Когда я сам 13-летним подростком начал овладевать тем, что называется сценическая речь по школе великого русского актера Александринского театра Юрия Михайловича Юрьева, я уже тогда понял, что можно очень умно говорить, но при этом твой голос тебя будет подводить. И сама твоя речь не будет убедительной, не из-за содержания, а из-за таких элементов, как неверный темп речи и как недостаточное, ну скажем так, качественное звучание голоса. Вот этому всему нас очень серьезно учили. Дальше я в разных ситуациях бывал, в том числе когда был партийным функционером, и я наблюдал за тем, как выстраивается работа с пропагандистами. Все были заняты исключительно компоновкой содержательной стороны высказывания и только. А то, в каком темпе это говорится, выражаясь актерским языком, каков темпо-ритм существования ораторов, по Станиславскому темпо-ритм это степень хотения. То есть степень хотения слушателей убедить в том, о чем ты им говоришь, что ты рассказываешь. И вот отсутствие этих, во-первых, актерских элементов у ораторов, и отсутствие элементарной хоть какой-то культуры голосообразования и умения барьировать темп речи, тоже этим просто никто не занимался, в принципе. Когда появился интернет, я просто ради интереса смотрел на всякие программы бизнес-тренинга, программы, как убеждать людей, оказывать влияние, обратить внимание. А голос и ничего. То есть предполагается, что в любом случае надо оперировать вот тем голосом, что тебе матушка природы дала. А если не дала? Наша культура высказываний вся уперлась, извините, в микрофон. А что такое микрофон? К сожалению, этого тоже не понимают всякие ведущие тренинги. Микрофон не приближает оратора к аудитории. Микрофон его отделяет аудиторией. Человек себе бухтит микрофон, думает, что его слышат, и он слышит, но его не слушает. А вот когда оратор говорит таким голосом, что впихивает свой текст в ухо человеку, сидящему даже на последнем ряду, вот тогда волей-неволей этот человек, будь это студент, будь это человек на каком-то бритфинге, собрании и так далее и тому подобное, реакция на безмикрофонный текст, на безмикрофонную речь совершенно другая. Построение, как, значит, ввести в тему, как развить тему, как выйти из темы, это все замечательно, это все правильно. Но, вы знаете, я бы сказал, что это скорее такая литературная сторона процесса. С письменной речью все в порядке. Но когда человек начинает элементарно зачитывать то, что он блестяще скомпоновал, написал, составил, начинает зачитывать, тут начинаются вообще совершенно неприемлемые вещи. У этого человека, оратора, находящегося в этой ситуации повышенной голосовой ответственности, нет навыка перевести письменную речь в такой вариант, чтобы слушатели думали, что человек говорит не по-писанному, а говорит о себя. А это же опять актерская сторона дела, ведь актер говорит по тексту выученной роли. Но если будет слышно, что он говорит по тексту выученной роли, такой актер никого не убедит. И вот этим моментом всяческие тренинги тоже абсолютно не занимаются. Был великий трагик Томаса Сальвини, который работал еще без микрофона, в домикрофонную эпоху. Когда его спрашивали, что нужно для того, чтобы быть трагиком, он отвечал всегда одно и то же. Три вещи. Голос, голос и голос. Поэтому я очень рекомендую всем профессионалам, которые по роду своей деятельности оказываются в ситуации повышенной голосовой ответственности, я вот так предпочитаю называть нашу работу. Задуматься не только над тем, о чем вы говорите, но и задуматься над тем, как вы озвучиваете то, что вы говорите. Как при этом звучит голос? Насколько богат ваш интернационный репертуар? Мы живем в такую эпоху, когда информация стала абсолютно доступной. В Ютубе есть удивительные факты использования речевого голоса. Голосослуживый вы можете услышать в Ютубе. Просто послушайте, удивитесь, восхититесь, что может обыкновенный речевой голос. По-настоящему профессионально обработанный.